Друзья мои, добрый день! Здравствуйте! Сегодня вот так лучше, 18 еще раз апреля, блогер из Перми, сотрудник опальной КГБ, Бессонов Алексей Борисович. Ну вот я хотел бы порекомментировать 25-леткого Мурзия, но основной срок ему, конечно, дали это 275-е, она так сформулирована, она действительно превратилась, насколько я понял, в резиновую статью. Там оказание помощи иностранной организации в подрывной деятельности. Если вы деньги получаете от иностранной организации и проводите подрывную деятельность, то это 275-е. Ну да, другое дело, что здесь расширенная посылка, с точки зрения логики она совершенно неправильно сформулирована. В этом плане статья 64-я УК РФСР, измена Родины, она включала формы измены, ну, конечно, тоже там перегибы были, там оставление за границей. Ну, плохо или хорошо, но с точки зрения техники исполнения она была более конкретна. Сегодня, да. Кстати, в этом плане, и мы когда пытались закрыть мемориал, в 90-е годы я писал о том, что это тоже признаки 275-е, потому что на иностранные деньги они пишут ложную историю сталинских репрессий. Там никаких массовых, там все сложнее было. Вот тогда они возбуждали, еще не те времена были. Это тоже, говорит, достаточно толики политизации нашего уголовного права, что, конечно, является ненормальным. Потому что, ну, с другой стороны, конечно, заказать надо соблюдать даже. И в этом плане, кстати, вот есть книга, я забыл, я читал ее еще вот, будучи слушателем высшей школы КГБ, про работу гестапо, как гестапо работал. Вы знаете, во многом работа схожа была с 5-м управлением КГБ, ну, вот эти вот листовки они и так далее. То есть там тоже, там была доказательная база. Они, кстати, ничего там такого, там не только сообщения агентуры, да, там доказательную базу они формировали о будь-здоровках. Не надо, так сказать, глупостями заниматься. Да, у них были там приняты нюрненбергские законы расовые, но с точки зрения банальной практики, правоприметательной практики, там достаточно неплохо они работали, не надо, так сказать, юристы их не работали, следователи в гестапо. То есть они, как бы, мальчики играют, они как бы формировали доказательную базу. И вот я забыл автор, и вот он пишет об этом, как, ну, там, следователь в гестапо, который не симпатизировал Гитлеру, был вынужден вот все этими делами заниматься. И достаточно интересно он там описывает. И тут там показан механизм, вот именно кухня, формирование доказательной базы и так далее. То есть там не было ничего такого, и, ну, ладно. Поэтому я хочу сказать, что, ну, сейчас, ну, к сожалению, про американские партии, движения, они будут везде, всегда, в любой стране, они есть. И бороться нужно, да, в том числе и уголовным правом, но и, в общем-то, так сказать, интеллектуально надо бороться. С идеями нужно бороться идеями, да. И, ну, к сожалению, к сожалению, сейчас, когда, ну, надо не нарушать законодательство, надо понимать, что есть 265-я, и, собственно говоря, по ней сроки, да, у нас все большие. А причем она там, по-моему, даже если предусмотрена пожизненная часть свободы, смертная казнь, там, 78-я решает суд. Вот, вот, Быкова посадили, осудили, потому что Быков там в убийстве был замешан. Ну, у нас 90% в убийстве, заказных не расследуется. Ну, и мой случай, да, когда ребеночек пострадал, там тоже я не могу применять квалификацию на покушение на убийство. Там уже просто руководство ФСБ, ну, подразделение, они сошли с ума уже. Просто хозяйственные вопросы 90-е годы, выселение наших же сотрудников, наша же дочка несотрудника, девочка трехлетняя пострадала, они начали решать при помощи бандитов, понимая полную безнаказанность. Конечно, кстати, у Гитлера этого не было. У немцев, во времена даже Гитлера, они боролись уголовщиной, треть заключенных в конституционных лагерях были уголовники, лица, совершившие хищение, общеголовные преступления. Поэтому, как бы, не надо, так сказать, упрощать их правовую систему немецкую. Она была много сложнее. Там другая была проблема. Там, когда Гитлер пришел к власти, то профессора Берлинского университета, Нарсисианс пишет об этом, они написали теорию, так называемую, неогегелианство, да, где с позиции Гегеля, они обосновывали вот расовую теорию. Ну, а что делать профессорам? Жить-то надо на что-то, они написали. Кстати, между прочим, не так уж там и далеко от истины, ведь Гегель, он же видел идеалом государства, видел прусскую монархию, конституционную монархию. И многие говорят, что Гегель стоял у истоков фашизма. И если говорить о фашизме, речь о Гитлере, о его антисемитизме, это, конечно, подонок, и антисемитизм должен и будет осужден. И, конечно, эта колоссальная трагедия, Холокост, мы преклоняемся перед, так сказать, еврейским народом, который действительно пережил страшные годы, и это совершенно должно быть наказуемо. Я не об этом не речь. Кстати, у меня соседка была в 90-е годы, она еврейка, учительница была, по-моему, математики. И наши эти подонки писали там, Иуда ей на это самое, я одного поймал, говорю, еще раз скажи, она поймает, и ноги оборву. Потому что, ну, она совершенно тут ни при чем. Она интеллигентнейшая, милая женщина, и насколько вот ей было неудобно, потому что она всю жизнь о вечном, о добром говорит. Все учителя это святые люди, государство вестности, литературы, которые прививают очень важные вещи, кстати. Русская литература вообще супер важна с точки зрения нормального преподавания. А эти скоты и так далее. Так вот, я хочу сказать, что с точки зрения, вот, то, что говорил Гитлер, и то, что говорил о цели формации, скажем, Лютер, да, говорил, один к одному. Он тоже был жестким, Лютер, антисемитистом. Не потому, что он ненавидел евреев, а потому, что это представители иной веры были, иудейской веры. И поэтому, так сказать, он вот их ненавидел. И Гитлер только во многом повторял то, что повторял Лютер. Его антисемитизм, доведенный уже до абсурда, до преступления, это преступление, безусловно, она, в общем-то, так сказать, целиком вписывалась в концепцию Лютера реформаторской, вот эти вот его идеи антисемитизма. Я хочу сказать, что он намного был сложнее, Гитлер, не надо его приупрощать, там все намного сложнее было. Поэтому, так, ну что, 25 лет, ну вот так, и я думаю, что сейчас вообще всех закатают в асфальт, и самое главное, что, ну, в стране есть все, есть левые, есть правые, есть националисты. Более того, я хочу сказать, что вот, если бы в стране были объективные выборы, то никогда бы либерально правые партии не набирали больше 3%. Да, они в городах больших бы набирали, 15, может быть, в Москве процентов, но по России не набирали, почему, потому что страна в массе своей левая. Ну, безусловно, в то, что превратили левую идеологию, особенно вот этот сусловский марксизм, помните, уже не было марксизма, это пропаганда, конечно, было жуткое зрелище. Я думаю, что специально довели этот марксизм сусловский до такого маразма, чтобы потом подсунуть эту либеральную, простенькую идею и провести приватизацию, и все, и все, что угодно там, и так далее. Поэтому вот такие дела. Ну, 25, конечно, это запредельные вещи, но я думаю, что сейчас штат разрос, ФСБ, там в 4 раза он стал больше, чем при советской власти, в том, что население фактически в 2 раза меньше, то есть фактически в 10 раз увеличится, если в отношении к населению брать. И, ну, сегодня все, что отправляет ФСБ в суды, все проходит. Они даже просто белые листы могут отправлять, и судов нет, поэтому... В данной ситуации я хочу сказать, что если бы... Ну, я не знаю, конечно, бесполезно говорить, видимо, поставлена команда администрации, это вот активных представителей правой оппозиции, проамериканских движений, на корню уничтожить и Навального, и Карамурзу, и так далее. Но, тем не менее, там есть за что побороться. Ну, если, может быть, нужно признавать какую-то вину, понимая, что нет судов, но признавать какую-то, может быть, действительно, оказание помощи, может быть, вместо 25 получил бы 12. Но все же что-то там плюс-минус там. Ну, ладно, не будем уже подсказывать, я дело не видел, и, безусловно, я думаю, что адвокаты делали все возможное. Да, мы политические противники, я все-таки коммунист, я считаю, что левая идеология ужасно востребована, ужасно интересная, но не Сусловского и не Зюгановского варианта. А Зюганов вообще чего-либо не занимается, он превратил просто в бизнес такую структуру очень, достаточно приметь простенькую и так далее. Но шансы были, у левых вообще были мощные шансы в 90-е годы. Я и наивно полагал, когда я ушел к Зюганову, когда рейтинг Ельцина был меньше 2%, помните, я был доеден лицом Зюганова на выбор 96-го, 2000-го года, потому что, ну, очевидно было, что Зюганов побеждал. И мы создали там сталинский блок, и очевидно было, что левые побеждают, коммунисты возвращаются к власти. И дальше уже, ну, видимо, просто Зюганову дали понять, что никто тебя в власти не пустит, а бороться он не согласился. Вот такая ситуация, ну, 25-го, это очень серьезный срок, и я думаю, что надо попытаться бороться, апелляционные, касационные станции. И, может быть, в таких ситуациях, может быть, что-то и надо признавать, потому что, ну, понимите, ну, нельзя же совершенно правосудебную систему, правосудебную систему превращать в какую-то, так сказать, плетку, понимаете. Но все равно должны быть условности, должны быть права. В конце концов, для чем мы, юристы, нужны? Для чего мы учимся, едим свой хлеб, чтобы получать какие-то, так сказать, приговоры судов, такие совершенно формальные, неоснованные на всесторонней полной оценке доказательной базы. Спасибо, Ваше, Бестово, Максим Борис.